Помощь медиков из северной столицы очень важна, особенно учитывая то, что они взяли на себя часть нагрузки совершенно по разным направлениям. От поликлиник до красных зон в ковид-госпиталях. Анна Вихрова расскажет подробнее. Инфекционная больница одна из первых приняла на себя удар нового вируса. Здесь и сейчас ведется круглосуточная борьба с пандемией. Ведь больные в основном средней тяжести требуют постоянного наблюдения. Уже больше недели нашим медикам помогают врачи из известного Санкт-Петербургского центра Алмазова под руководством профессора Ильи Лейдермана. Я очень довольна нашей совместной работой. Это профессор в федеральной клинике. И когда рематологи-практикующие общаются с ними и получают ответ на свои вопросы и понимают, что они делают правильно, убеждаются в том, что они сделали правильно, это очень хорошо. Для нашего региона это первый подобный опыт. Приезжих врачей распределили между самыми нуждающимися в помощи учреждениями. Инфекционной больницей, ковидным госпиталем, третьей и четвертой поликлиниками. Так получается, что мы первая группа, которая выехала в регион. В составе группы у нас, как правило, всегда анестезиологи-реаниматологи и врачи-терапевты, ну и врачи других специальностей. Анестезиологи-реаниматологи занимаются своей привычной работой. Это работа в отделениях реанимации интенсивной терапии, полный рабочий день, каждый день. А вот у врачей-терапевтов другая специфика. Они работают на приемах и выезжают к заболевшим на машинах неотложной помощи. В третьей поликлинике организован отдельный вход для пациентов с признаками ОРВИ. Впоследствии большинству из них ставят диагноз коронавирус. Именно сюда, на передовую, были брошены врачи из центра Алмазова. Анастасия Решетова впервые в Великом Новгороде. Но работы так много, что толком посмотреть город девушке так и не удалось. Впрочем, она приехала сюда помогать. И интересный досуг последнее, о чем думает врач-ординатор. В командировку собралась за один день, без всяких вопросов. Говорит, что такой опыт для врача очень полезен. И очереди в коридорах ее не пугают. Взаимодействие с людьми, взаимодействие в коллективе очень полезно. Сложные пациенты были, которых необходимо госпитализировать или принимать решения. Но мы с этим справляемся и легко дифференцируем. Нелегко приходится и врачам, которые работают на вызовах. Например, в третьей поликлинике количество заявок достигает 200 обращений в сутки. А значит, и рабочий день может не ограничиваться стандартным графиком. Питерские ординаторы делят эту ношу вместе с новгородскими терапевтами. В таком режиме медики из северной столицы будут работать до 27 декабря. Анна Вихрова, Андрей Шестаков. Новости. Новгородское областное телевидение.